Можно посмотреть. Сам счётчик внутри установки используется для детектирования. Космические лучи эта установка ловит непрерывно. Ядерные реакции, которые происходят внутри, незаметны невооружённому глазу. Зато видны на мониторе. Это график вариации интенсивности космических лучей на станции Норильск. Космические лучи возникают при взрывах сверхновых звёзд. Когда они проходят через атмосферу Земли, их ловит станция. Импульсы энергии регистрируют счётчики. Установка помогает предсказывать космическую погоду и выбросы радиации. На себе вы, скорее всего, это никак не ощутите. Вы, скорее, ощутите влияние Солнца. Просто во время каких-то мощных событий на Солнце людям, космонавтам, желательно спрятаться в какую-то капсулу, которая у них там существует, для того, чтобы не получить смертельную дозу радиации. Станция космических лучей в Иркутске принадлежит Институту солнечно-земной физики. Есть и другие установки. Одна в Норильске и две в горах Восточного Саяна. К последним добраться особенно сложно, поэтому всегда в запасе десятки подков. Изучить Вселенную помогают даже лошади. Дело в том, что на третью космическую станцию на горе Хулугайша можно попасть только конной дорогой. Поэтому каждую неделю две лошади везут оборудование на 3000 метров в высоту. Но без подков не обойтись. Такой комплекс единственный в России. Результаты отправляют в международную базу данных. Так иркутские специалисты помогают ученым со всего мира познавать космос. Захар Семенов, Александр Волков. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова